Хочу-па-па-па-па-па-па-па-пум такое иду вообще крутой Так Так А он様 не стоит Так А речь А еще речи не было Всем привет это рубрика битва строителей в которой я вместе со своими подписчиками за два часа строим разные постройки Сегодня мы будем строить железнодорожный транспорт Это может быть поезд, вагонетка, трезина, вообще все что угодно, что едет по железной дороге. Ну и давайте я представлю наших участников. Первый это пират. Привет, не дроби Гришу. Гриша утащает. Еще это Гриша, мой защитник. Ой, куда он? Ты свободен. Куда вы Гришу запустили? Также у нас здесь есть фотик. Вот тот еще хулиган. Здравствуйте. Также у нас есть три новых участника, которые еще ни разу не участвовали в битве строителей. Первый это Саймывай. Второй пельмень. И Артем 325465. И по традиции давайте запустим салют, после которого начнем строить. Ой, что вам здесь надо? Запускаем салют, после чего вы будете начинать строить. Прошли полчаса, я сейчас приду, чтобы посмотреть, что у вас там получается. Так, кому же первым прийти? Давайте теперь рады. Да нет. Давай по порядку пойдем. Ладно, к фотику пойду. У меня тут еще ничего не готовит. Почему меня никто не пускает в команду? Что такое? Наконец-то меня хоть кто-то упустил в свою команду, и это оказалось у тебя пельмени, которые строят заразовевший поезд. Работа? Да, старый поезд из Дикого Запада. А, старый поезд из Дикого Запада. Вот я вижу, у тебя уже есть рельсы, локомотив и еще один вагон. Это покажешь тебя. Здесь вот такое у них сцепление, чтобы они ехали вместе, да? Да. Весь он такой в стиле Дикого Запада, вообще старый уже, весь покрылся... Ржавый, короче, поезд. Но самое главное, что этот поезд едет в заказ. Ну, давайте сейчас пойдем в команду к пирату. Ну, у меня уже прям прогресс огромный. Ну, вот я вижу, у тебя есть рельсы, еще такая вот возвышенность, на которой они, конечно, проходят. И здесь, это у тебя поезд или что будет? Это тепловоз. Ну, у тебя есть тут колеса и вот такой корпус. Прошли пока только 30 минут, поэтому особо такого прогресса ни у кого я не вижу. Артем, 32, 54, 65. Ооо, какие тут рельсы интересные. У него так идут рельсы, потом они поворачивают. И что, кто-то испортил? Ооо, какие красивые, крутые колеса. Ну, у тебя тут очень красиво, вот эти колеса. Механизм есть даже. Я делаю не такие красивые колеса, чтобы сервер не умирал. Я забочусь о сервере. А, и ладно, понятно. Ну, что-то, мне кажется, Артем кого-то меня даже не видит. Ну, ладно. Дай пойду дальше. Так, дальше у нас будет Сэмни Вайт. Тебя, я тут вижу, есть огромная железная дорога. А что она так широкая, огромная? И огромный-преогромный поезд. Или что это, интересно? Но она уже едет. Ооо, круто едет. А сделайте еще так, чтобы ваши поезда или вот эти все транспорты, они еще... Давай по кругу. Да, по кругу ехали. Фират. Нет, ну ты помнишь, что было 30 минут назад? Ничего. Смотри, тут постройку. Потому что уже прошло 30 минут. И сразу можно заметить, что у тебя добавился корпус. То есть, теперь у тебя есть крыша, теперь у тебя есть стенки. Уже больше похоже на поезд. Ну, это все, что у тебя изменилось. Давай-ка я пойду сейчас тогда в черную команду. В смысле все? Тут еще 40%-то. Где? Пельмень у нас делает закругленную дорогу. Делает такой, типа, круг железной дороги. И поэтому ему понадобится апгрейдить его старый поезд. Что-нибудь сам не хочешь сказать, пельмень? У меня есть интересный к тебе вопрос. Почему у тебя есть лицо, и на футболке у тебя еще одно лицо? Я блин, человек. У меня, понимаешь, у меня раздвоение личности. Понятно. Ой-ой-ой, что это такое? Мне кажется, оно что-то не туда поехало. Давай заново. О, куда, куда, куда? Не понял, зачем-то мне. Давай-ка посмотрим, как у тебя работает поезд. Я вижу, надо нажать на эту белую кнопку, после чего ничего не произойдет. Потому что ничего не произошло. Сразу видно какой-то турбо-мега-флешский. Давай сейчас поедем. О, смотри, я могу его двигать. Сейчас все настроим как надо. Пусть он едет сразу назад. О, нормально колеса я поставил. Давай, поехали, поехали. Честно, почему ты моментировал видео? О, куда, 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 куда? Оно живое, в принципе, да? Ехать может. Да, в принципе, едет, работает. Хотя не по рельсам. Да, пельмень, тебе много чего еще сделать надо. Так, давайте тогда сейчас мы пойдем, 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 пойдем к Фантуцу. Он к нам пришел недавно, потому что он пришел недавно. Почему у тебя такие большие рельсы? Ну, я их потом переделаю. И вот такой у тебя поезд, как ты уже сказал. Пока только половина корпуса готова. Я постараюсь побольше детализации сделать, когда ты делаешь. Ну, лучше, знаешь, что, сделать побольше механизации. Но самое важное, чтобы он ехал по дороге. Сейчас мы идем к тыквенной корове. Ну, в общем-то, да, Артем, 32, 54, 65. О, здесь сразу видно очень много крутых механизмов и декора. Хотя, пока что есть только колеса, но все равно они выглядят очень эпично, красиво, вообще круто. Ну, и это все получается, да? Дальше у нас идет It's Hold. Не нажимать. Опять красные кнопки, ну ладно. Здесь у нас есть вот такая станция, наверное, скорее всего, здесь будет. И сам поезд с железной дорогой. Вот, пока что есть только колеса и все. И красная кнопка. После красной команды у нас идет последняя команда Sai Mi Way. В которой у нас находится огромный поезд. Стоп, это же огромная вагонетка, мне кажется, или нет? А, нет, это огромный поезд. Ну, если вот так издалека посмотреть, то кажется, что сверху такое огромное отверстие, и там огромная вагонетка. Ну, это вот такой крутой современный поезд. Потому что вот как находятся колеса, они все защищены. И здесь вот такое вот еще защитное стекло. И он вообще очень огромный, и рельс даже для него не хватает. И это были все команды. Я тоже потихоньку начинаю что-то тут делать. Хочу сделать маленькую вагонетку, которая будет ехать, и все. Вагонетка едет по кругу. Она едет. Ура! А теперь пусть она взорвется. Пух. Идеально. Я сделаю вагонетку с динамитом. Это моя идея, так что она моя вагонетка. Это вагонетка с динамитом хочет тебя взорвать, короче. Нет. Все, это твоя идея. Все, успокойся. А, зеленая команда. Можем с тобой поменяться командами? Нет, куда нет? Мне надо просто так. Что, стреляешь уже? Я еще ничего не сделал. Эй, что это там за фигня летает с меня? Да ты что сделал? Я же не сохранил. Своди, все. Ты сам на меня напал, злой. Ты сначала... Я не нападал, я просто угрожал. Загружай свой поезд, а то не успеешь сделать. Это был отвлекающий маневр. А, вот ты злой, конечно. Плаз камнем. Если война, то я еще одну Катюшу. Я надеюсь, на одну плыву 12 Катюш. Если ты учил алгебру, то ты знаешь, что это такое. Ха-ха-ха-ха. А, что? У меня поезд не работает. Ура! Поехала. Нет, куда? Пока, до свидания. Скажи своему поезду. Он сейчас будет взорван. Ты зачем вагонетку съел? Ты зачем вагонетку сломал? Ну ничего, она и так поедет. Сейчас, подожди. Едь! Ох, ах, ааа! А не параллель уже смотрят? Где вагонетка? Взорвалась. И твой поезд тоже... Ладно, я и так сделаю. Э, куда? Так будет удобней. Так, ну и... Мы начинаем смотреть, что у нас здесь получается. Ну и давайте начнем с меня, потому что мы так эпично начали. Я сделал круг из рельс, по которой едет моя вагонетка. И я еще сделал за это время вагонетку. Вот она едет. По кругу. Это очень весело. Подожди, представляете. Чтобы здесь покататься целый час. Дальше я сделал... Смертоносную вагонетку с динамитом. Значит, я побы... Что за мой поезд? Это нечаянно получилось. Она умеет быстро-быстро ехать, а еще взрываться. Вот, я даже могу... Уху, я могу еще взорвать вот так. Ну и это все, что я построил. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь получилось у пирата. А, ты же все это время Катюша вроде бы, да? Что-то там взорвало меня. Нет. А что ты сделал все это время? А, что-то надо было делать? Ну, что изменилось в твоем тепловозе за эти 30 минут? А! Это что, для меня ловушка была, что-нибудь? Да я не знаю, откуда там фейерверк. Ну, ладно. Здесь у тебя добавились фары. Здесь у тебя добавился такой смайлик красивый, непонятный. И все. А все остальное время ты пыталась взорвать мою вагонетку. Нет, я делаю пружину и ходовую часть. Что такое вообще? Это пружина будет, наверное. Очень странная. Маленькая пружина. Но красивая. Это что такое? Это же... Уничтожить. Теперь давайте пойдем в черную команду, где у нас пельмени. Где твой поезд? В этой коробке, что ли? Давайте посмотрим. Сейчас я ее буду распаковывать, ладно, не будем. А, потому что... Ну, и она у тебя не работает, да? Ну, она не поворачивает. Она не поворачивает. Я ее делаю, чтобы она поворачивала, она не поворачивает. Логично. Попробуй там посмотреть, почему так. И попробуй что-то изменить, попробуй что-то подчинить. Великий цитат уха. Номер один. Давай, запустим хотя бы его, посмотрим, как он поедет. И да, почему бы она там что-то сделает, интересно. Воу, какой быстрый, скоростной поезд. Ой. Вот, видишь, он же едет, он поворачивает. Динамит помог. Видишь, он едет, он едет. Давай, 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 скорее, скорее. Сможешь. Давай, давай, давай. Видишь, он работает теперь. Надо было его просто чуть-чуть взорвать, и он теперь работает. Ой. То работает, то не работает. Ну, короче, он работал. А, вот, видишь, работает. Да, надо его еще чуть-чуть взорвать. И, давай, чуть-чуть. Вот, теперь тоже он работает. Ладно. Работал уже. Артем, 32, 54, 65. Интересно, что у тебя там огромное такое... Получается. Мне как-то колеса больше нравились. Здесь у нас есть огромный, преогромный поезд. Вот так выглядит сам поезд. Но самое красивое, что тут есть, это вот эти колеса. Которые мы уже смотрели. Это которых взорвется сервер. Он умеет ехать? Можно попробовать? Видимо, по мотору он умеет ехать. У меня есть идея. Подожди, подожди, подожди. Сейчас поедет, сейчас поедет, подожди. ПОЕХАЛИ! Поезд едет. Ой, что-то не так пошло, мне кажется. Ладно, сейчас все решают вопрос с тем, чтобы их поезд мог ехать. И сход у нас... В прошлый раз мы тут видели станцию, на которой были колеса. Теперь это станция, на которой есть колеса и огромный вагон чего-то. А что это? На поезд это вроде бы не похоже. Это что-то другое. Что это такое? Забыл что-то написать. Ну ладно. И вот так выглядит эта штука. Потому что он так не смог определиться, как это называется. Здесь у нас все, теперь давайте поедем в белую команду. Поехали, давай. Смотрите, что у тебя там за поезд получилось. Давай, скорее. Все, танк разлагается. Фантус у нас построил вот такой поезд. А, ты же показывал, как у него красиво дверь открывается. Сейчас мы посмотрим, как она еще красивее открывается. Нажимаем на кнопочку, и она вот так красиво открывается. И закрывается. А ехать, может? О, а почему внутри стоит столик? Или это стулик? Это стол. Это на стул похоже. А почему такой табуреточка такая? Это прикольно. И он очень скоростной. Пират, смотри. Это вертолет? Нет. Это поезд. Потому что я уже давно впереди. Я уж прохожу первый уровень. А этот поезд еще неприбиваемый оказывается. Ой, все, врезался. Без железной дороги неудобно. Так, у нас осталась еще желтая команда. Say Me Way. Сейчас посмотрим. О, это же тот самый крутой поезд, который современный. Ну, вообще такой. Здесь теперь давай у себя второй вагон. Точно такой же почти что. Но здесь на нем ничего нет. Б-Титан 1, 2, 3. Ого, круто. Название крутое. Значит, поезд тоже крутой. У него открывается и закрывается дверь. Внутри есть лампочки. Окошки. Э, кто там на дорогу встал? Ну, ладно. Но он очень мощный. Тут есть еще одна очень важная деталь, а именно бронированный костюм. Вау, какой крутой бронированный костюм. Его одеть можно? Он у меня в отдельном серии. А, ну ладно. Смотри, какой бронированный костюм. А теперь я вас здесь закрою. А, не работает. Ладно. И это были все постройки за эти 30 минут и все. Редактор субтитров. Корректор субтитров А.Кулакова Продолжение следует... Прошли 30 минут, и я иду смотреть, что у нас получается. Так, у нас с пиратом ничего не поменялось, потому что мы всё время воевали. Воевали. Ну, у меня вообще-то меня... Ты бы сделал это эпично, как я всех подбиваю, да? Да. Так, сейчас я иду тогда к чёрной команде, которую у нас соединит Пельмень. Пельмень, как у тебя тут дела с поездом? Я плохо. Если не получается сделать, чтобы он ехал по кругу, то можешь делать так, чтобы он ехал в кого-то. Это чё за намёки? Пирата, например. Ой, ужас. Ну чё, давай посмотрим, чё тут у тебя, как работает. Покажешь? Я лжал, надо гоню подпустить. На поршень нажать. Я уже нажал. Теперь надо это отфиксировать. Во, он едет, круто. Конечно, не по кругу, но он хотя бы едет. Ой. А, я не могу отсюда выйти, тут невидимые стены. Меня закрыли вместе с поездом. О, зато дорога длинная. Не доехал поезд до меня. Так, давайте тогда пойдём в следующую команду. О, я сейчас пришёл к Артёму, он 32, 54, 65, а то есть к тыквенной корове, которая делает огромный поезд. Он даже улыбается, что ли? Те самые крутые колёса. Тот самый. Теперь ты всё это время работал над корпусом, и он выглядит очень красиво. Мне кажется, что это грузовой поезд, да, у тебя? Но он пока ещё не доделал его функции. А, о, он даже меня пустил. Сейчас, давайте посмотрим. О, он едет! Он поворачивает на дороге! Он быстрый и вообще крутой манёвренный. Вообще он поворачивает, он вообще крутой. Ой, мне кажется, сейчас выйдем. Да, дороги у всех кажутся короткие. Но зато очень круто это было. Ой. Ну всё, можно спрыгивать. Ицхот строил автобус с остановкой, которой был не автобус. И теперь всё решил удалить и сделать вагонетку со сундуком. Материала не хватило. И как же оно едет, интересно. Поэтому тележку делаю. А, тебе не хватило материала на поезд, и ты сделай тележку. Погнали. Ой, куда, куда? Чё-то не туда вроде бы поехал. Да, чё-то вагонетка не туда поехала. Она должна была в другую сторону поехать. Ещё теперь. Можно было бы мини-поезд сделать? Так у меня вообще мини-вагонетки какие-то. Можно, конечно. А, отпустите меня, пожалуйста. Давай посмотрим твой поезд, Фантус. Ой. Чё-то упало. Загружай. Загружай. Э, да, твой поезд. Ты что ли закончил уже? Ну ты сделал... Ой, это чё такое? Тут дверь открыта, и можно на ней вот так висеть. Круто. И здесь вот такие вот огромные рельсы. И он, конечно же, умеет ехать. Как ехать? Ой, не надо. Меня давить не надо. Меня уже сегодня... Тут ещё есть гудок я добавил. Вот он здесь висит. Покажи, покажи, покажи. Вот. Видишь, нитка такая висит. Нажми на неё. Нажимаю. Такой звук нотных блоков. Один раз нажми. Типа такой пар, да? Дудун, 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 типа того. Это вообще прикольно, что ты гудок не делал. Надо его тоже сделать. Спасибо. Дальше у нас... Я не смотрел в себя, я смотрел в это, я смотрел в это. Пирата не смотрел, может быть, нет? Пирата? А зачем пират смотреть? Ты же ничего не делал. А, ну как у нас в мешариках было, да? Нет. Но ты же ничего не делал. Четыре раза по десять минут ты ко мне не приходил. Так я забыл просто. Ого, это что такое? Это что-то красивое, на колёса поставишь? Да. А когда он у тебя будет ехать? Сейчас. Мои вагонетки уже так хотят врезаться в тебя. Я сейчас 5 установок от Катюши вот сюда установлю на крышу. Одновременно, быстро. Нормально, ну давай сделай. Или вот просто... Вот видишь, вот это всё большое пространство. У меня вот есть 600 динамита на руках, потому что я не гранер. Я всё это заполню и отправлю к тебе, если ты будешь... Но со своими поконетками нам надо подать. Понимаешь? Окей, я согласен. Вызов принят. Я покидаю твою базу, чтобы ты меня здесь не... Ну вот и всё. Так ты меня не испугал? Конечно. Конечно же это неправда. Ой, я этого не слышал. А теперь мы идём к Саймнивэю, потому что только ты остался. У тебя здесь, как мы помним, современный крутятский пояс с крутятским роботом внутри. И здесь ты сделал такой огромный вагон, в котором... Куча всяких пушек. Можно одну взять? А, это роботы вроде бы, да? Дай, 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 дай. Как забрать? Это очень много пушек. Пушки. Очень больших и тяжёлых пушек. Такие мощные, вообще, красиво. Может их себе забрать? Нет, не отдам. Ладно. Так, ну и в самом поезде у нас здесь... Сколько рычагов, они ничего не делают, к сожалению. Здесь у нас есть проход, который... Как попасть? Это не проход, это там двигатель. А, там ничего нету, да? Ну ладно. Ну на самом деле мне просто было заполнять пространство всякими декорациями, поэтому я сделал такой двигатель. Здесь у нас много кнопочек, рычажков, но они, к сожалению, ничего не делают. И, конечно же, этот поезд умеет ехать. А это современный боевой поезд, мне кажется, да? Титанов каких-то. Это современный грузовой боевой. Грузобоевое. Очень мощно, короче. Ну это были все команды и все постройки за эти 30 минут, и мы вернёмся через 30 минут. Ой, чё это за звук? Время вышло! Ой, чё я в тортиках? Начинается обзор всех построек, короче. Кому первому идём? Пират, ты готов? Действительно, во-первых, ты меня бомбил много, во-вторых. Чё, да. Во-вторых, у меня только сейчас включили свет. Пираты не закончил, да? Пираты не закончил. Пиши мне в команду просто. Ты не успел закончить, да? Я говорю, у меня даже не сохранилось. Давай я тебе дам дополнительное время, если ты отгадаешь загадку. Ты мне ещё 15 минут обещал, то что ты меня бомбил. А, ну я тоже дам. Согласен? Давай, смотри, вот загадка. Я едет по двум палкам. И это сегодняшняя тема нашего строителей. Ну, очень лёгко. Ну, я не знаю, что же это. Это точно не поезд, это поезд. А, ты отгадал загадку и получаешь 15 минут. Ладно, давай, я пока всех других тогда. It's Hot готов, да? Он тут реально выглядит. Сейчас мы будем смотреть постройку It's Hot. И у тебя это вагонетки. А, значит я не один, у кого есть вагонетки. Это вагонетки в стиле Майнкрафта, на которых есть сундучки. На них можно залезть. Почему я не могу? А, вот всё, давай. И что же они умеют делать? Они умеют ехать. О, всё, едем. Это целый поезд. Он состоит из двух вагонов. Вон они там, скреплены. Ой-ой-ой. Стоп. Всё, отправляйся в открытый мунд. И что теперь? Там же ещё у тебя кнопки есть. Они ничего не делают. И это была вся твоя постройка, да? Ну, я помню, ты строил до этого другой поезд, а потом у тебя не хватило блоков, и ты начал это строить. Ну, ладно, да, я пойду, наверное, дальше. Сейчас мы будем смотреть постройку Сау Мивея. И это огромный боево... Как ты его называл? Боевой грузовой поезд. О, боевой грузовой поезд. В этом отсеке у него лежит большое количество всяких пулемётов, автоматов. Почему тут поезд? Уберите этот летающий поезд. Ладно, пошли дальше. Ладно. Здесь его название B-Titan 123 и есть крутая красная кнопка, чтобы зайти внутрь. Здесь большое количество рычагов, кнопочек, но они ничего не делают. Не-не-не-не-не-не, тут есть пасхалочка. Если зажать одну из кнопок, то появится кое-что интересное. Нажал, не работает, нажал, не работает, нажал, ой. Надо долго нажимать. Попробуем вот эту. Зажал. Зажимай, долго жмит, долго жмит, долго жмит. Жму. Вот он, вот он, вот он. Амогу с хлебом. Круто вообще. Давай, дай мне хлеб. А если я не буду нажимать, то он уедет. Крутой Амогу с хлебом. Ну ладно, всё, он уходит уже. Так, и здесь ещё есть один отсек интересный. Только я в него не могу залезть. И в нём находится крутой терминатор, который спит. Он не спит, это просто боевой костюм, который в данный момент не работает. Ну и, как я говорил, в этом астеке куча орудия, оружия. Ну, давай посмотрим. Кстати, смотрите, как красиво выполнены колёса. Они, типа, вот так, под знакомостью. Во, сколько оружия здесь. Огромные винтовки. И давайте им поуправляем. Это самый большой поезд, кстати, у нас сегодня. И вправо, и влево, и ты поедешь. Во, какой быстрый. Не-не-не-не-не. Вот. Он может ехать вперёд, назад. И он очень большой, находится на огромных рельсах. Попробую поехать вперёд. Ой. Он пока не получится. И дальше управляться. А, он управляется же, точно. Да. Так я могу даже без рельс поехать. А что там ещё один стоит такой же? Так, без пустота. Да, это я хрустировал. Так, вот если я одну нажму, он будет поворачивать. Если другую, то он не будет поворачивать. Ну, на воде он не управляется. Ну ладно, очень крутой боевой поезд. Здесь даже секретки есть крутые. И давайте пойдём, наверное, следующую команду. Так, дальше у нас кто готов ещё? Я готов, давай. Пельменник ты готов, точно? Да, точно готов. Иду. Сейчас мы будем смотреть поезд пельменей. Это такой старинный поезд, который уже еле дышит. Вот весь заржавел. Вообще. В чём провалился по землю? Да. А он сейчас подожди. Он должен ехать. Сильнее. Во, всё, поехали, поехали. Нет. А куда не нажимайте на эту кнопку? А, я же могу им управлять. Точно. Он же мне общее строительство дал. Погоди, я сейчас сделаю. Мне надо кое-что сделать. Ну, ё-моё, чё ты предлагаешь? Не знаю. Ой, а чё там спереди? Ну ладно, поехали. Он на голову. Брррр, завёлся. Но не едет. Нееет. Ой, это не я. Короче, пофиг. Бррр, почему мы не едем? Я же всё завёл. Чё с ним случилось? Мне кажется, твой поезд очень не так. Ты пересканте мучить сервер. Ой. Ну, поезд-то нет, поезд. Ну, и так подумай, что он поехал. Так, сейчас мы идём в белую команду Фантазу, который строил, да? Чё там, поезд. Да, так а сейчас не надо тут кое-что сделать. Ага, сначала дорога, ещё верёвочка. А, это вообще точно поезд-то, где мне? А, ну ладно. Нажимаем, и это поезд Фантаза. Он выглядит вот так. Но у него есть очень много механизмов. Во-первых, у него красиво открывается дверь, вот так. Она выходит и ещё задвигается. А, чё я залезу? Ну, почему меня выталкиваете, да? Здесь у нас есть такая табулеточка, на которой сидит наш водитель. И ещё такие крутые звуки. Всё, мы поехали. В общем, быстро. Ну, ты сказал, что он слишком быстрый, я сделала помедленнее. Ой, нет, он нормальный, быстрый. Ой, стоп, остановитесь. Всё. Не надо, нет, не надо. Остановка, остановка. И едем обратно. Да, и здесь он не может с ней никак сойти, потому что сверху его держат провода. Да, это ты круто придумал. Едем, едем. Ну, и думаю, это всё. Так, сейчас мы тогда посмотрим постройку Артёма 32, 54, 65. Она у него очень могучая. Некрасивая. У него огромный, преогромный, крутой поезд, на котором есть крутые-прикрутые колёса. Даже шлагбаум есть. Давайте кто-нибудь пусть контролирует шлагбаум, а я здесь буду. Сколько декора. Заходим внутрь и садимся на вот это кресло. Он какой крутой. Поехали. А, а чё не едем? Шлагбаум открывается, закрывается. И вообще... Ой, а чё мы так медленно едем? Он такой логучий. Ужас. Едем, едем. Но зато он умеет поворачивать на рельсах, это тоже очень круто. Открывайте шлагбаум. А, нет, мы не можем проехать из-за этого шлагбаума. Чё-то не просчитали немножко. Есть. Так я еду. Но он мощный, красивый, крутой, детализированный. Мощный, но очень логучий. Да, всё, мы застряли уже. Машина заглохла, но ничего страшного. Давайте посмотрим следующий построек. Пират, ты готов? Нет, мне крупный делать надо, а так... Ну, тогда пошлите меня смотреть пока. Вагонетка, которая отправится к пиратам. А, кстати, да, надо. Ух, ты можешь в белую зайти, если хочешь. Я хочу в зеленую. Нет. Так, пират, 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 ты где? Ну, я прячусь. На кнопке не нажимай сразу, говорю. Пожалейте потом. О, на одну, на одну. Не надо. Первая это вагонетка, которая едет по кругу. Вот, типа она может разворачиваться и ехать по кругу при помощи камер. Только два места, к сожалению. Это очень интересный антистресс. Кто это сделал? Ну, ладно. Исколд может дальше ехать. И самое интересное, это взрывать пирата. Сейчас я вам покажу, как это работает. Это самое скучное, уйди. Так, ну что, кто хочет посмотреть? Смотрите. Эти вагонетки умеют дружно ехать. И они все наполнены кучей динамита. И они все время едут к пирату. Пират, тебе подарочек. Привет, пират, пират, он вздох. Не встрою. Ты же хочешь, чтобы я быстрее его строил? Ну да. Ну, ты все. Так, у меня к тебе подарок есть. Смотри. Ну ты что? К тебе еще едет. Хоп, хоп, хоп. Ну, они взрываться умеют. Ну, а когда у пирата был пвп, было получше. Так, все. Мне больше нечем задерживать время. Пират, мы идем к тебе. А я не пускаю вас. Нет. Ух. Чего? Идем. Иду. И сейчас мы будем смотреть постройку пирата. А это у него огромное тепло. Вот. У которого открывается дверь. Есть куча декора, механизмов и все это. Стой, стой, стой. Идем. Вот тут еще открывается дверь. Ну, тут можно во второй вагончик зайти. Но он пустенький. Я не знаю, что теплово заводит. Они возят зегов. Есть, не знал. Вот с этой. Как мне зайти? Я слишком толстый. Толстый. Вот так, боком. Вот. И там еще с другой стороны можно зайти. А как ты тут дверь открыл? Ну, вы тут можете разместиться. Размещайте ваши вещи. Ух, сэр. Да, они у меня там на дороге лежат уже. А вот тут размещай. Это вагон полностью твой. Ты его арендовал. О, да? Бесплатно. Да, потому что... Внимание, пассажиры. Займите все свои места. Не обязан. Мы отправляемся через несколько секунд. Ну, иди разгружай там всяких зегов там. Только без анчёров. Зачем? Куда за кресло машиниста? Куда? Дверь закрой, а тут дует. Иди. Располагай там свои вещи. Где здесь? Ну, зеги. Ну, чью. Ну, это пацаны, вот это. А, твои чилы сбили мой поезд с рельс. Ой, простите. Ну, поехали так. А как он поедет без? Всё, я готов. Давай, готов твой тепловоз. Я не знаю, он соскачивает с рельс почему-то. Ну, и ладно. Сможем ехать? О, едет. Наверное. Его ещё задвинуть надо. А я как? О, всё, нормально. Поехали. Чё, мы едем? Представь, что мы едем. Почему он соскачивает с рельс? Потому что трактор стоит на месте. И он ломает сервак. Логично? Логично. Не, он не поедет, мне кажется. Всё, ладно, давайте пока. Мы обозрели. Не могу. На этом будем заканчивать эту битву строителей. Спасибо всем за участие и за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ну, а с вами был Геймс. Всем пока.